Всем привет, друзья! Ну что, 2016 год в студию, что называется, купил айфон по цене вашего Xiaomi. В 150 долларов мне обошлась эта модель и это айфон 7. Удивительный по-своему смартфон, силбокс, как видите, как мне это удалось. С ebay, залоченный под оператора аппарат в пленочках. Из-за того, что я именно искал в пленочках, вот такой вот не распечатанный, не активированный, я по ebay все пробил. Сделал не очень хорошую вещь, я купил залоченный на Boost Mobile. Никогда так не делайте, потому что разлочить будет очень-очень сложно. 141 доллар и 9 долларов доставка до склада посредника. Склад посредника находился во Флориде. И если вы из Казахстана, вам будет, может быть, интересно, это не реклама. Я использовал сервис Postal.kz, ссылку оставлю в описании. Характеристики товара. Опять же, чтобы покупать за такие цены из Соединенных Штатов, с ebay, чтобы вообще видели такие предложения, у вас должен быть в системе ebay американский адрес. Иначе вы не будете это видеть, вы будете видеть только китайские восстановленные аппараты из Гонконга. А если встретите вот такой вариант, то, судя по различным формам, стоит взять, потому что, во-первых, видите, видимо, была акция у Verizon и то же самое, Siltbox, новый, вот так будет в пленочках, но Verizon разблокировать, разлочить значительно проще, чем Boost Mobile. Много важной информации непосредственно сразу вы можете узнать, просто взглянув на коробку. Во-первых, это версия GSM, то есть поддерживает все необходимые частоты. Во-вторых, модель A1660. Кто не в курсе, есть две вариации данного аппарата с модемами от Qualcomm или с модемами от Intel. Владельцы айфонов, напишите, какая у вас модель, какой модем и какой модем в итоге лучше, потому что считается, что модем от Qualcomm намного лучше, чем модем от Intel. Конечно же, имей, просто до покупки обязательно берите у продавца имей, чтобы вы узнали всю подноготную на ваш аппарат. Я это сделал, давайте посмотрим, что получилось. И да, конечно, не жалейте денег, лучше использовать различные платные сервисы, полностью получив отчет о вашем устройстве. Прочекали бесплатные и вы видите, что, во-первых, он не в блэклисте, iCloud разблокирован, то есть не залочен и залочена сим-карта, то есть под оператора. Бесплатный чекер показывает, что залочено на Sprint, но Boost Mobile, по-моему, это дочка Sprint этого крупного оператора. Это sub-такой вот небольшой оператор. И еще, что видите, небольшая гарантия все-таки имеется. Черный цвет, все сходится. В блэклисте нет, это все, что нам нужно, в принципе, знать. То, что залочено на оператора, мы и так с вами знали. Поэтому вот таким вот изящным движением мы все это дело открываем. Открываем неудачно, потому что вот здесь вот еще осталось. Смотрим, коробочка и последний iPhone с металлической задней крышкой. Это раз. Первый iPhone, у которого убрали разъем на 3,5 мм, это два. Первый, по-моему, iPhone, где есть класс влага и пылезащиты IP68, это три. Стереодинамики, это четыре владельцы 12-х айфонов. Смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть наушники, какие-никакие, с переходничком. Есть вот такой вот фирменный блок зарядки от Apple. 5 вольт, 1 ампер, все как мы любим. Тот, кто скажет, зачем покупать на eBay, вот это вот все можно же купить за те же деньги. А может быть даже дешевле на Алиэкспресс. Ну, конечно же, можно купить на Алиэкспресс, но только восстановленный. Смартфон, где не будет никакой влага и пылезащиты. Экраны, возможно, будут не оригинальным. А то, что там сделано внутри, я думаю, вы сами понимаете, никто вам гарантию никакую не даст. Продавцы на Алиэкспресс тоже пишут. Имейте в виду, батарей старые. Кстати, в операторских моделях, видите, два яблочка, а не одно. Далее, а вот это вот все. Бумажки, быстрый старт. Ну, в смысле, добро пожаловать. Это ваш новый айфон, вы счастливчик. Jet Black. Мне казалось, что черный цвет это правильный выбор. Была возможность взять розовый, золотой, серебряный сразу от мел. А розовый, наверное, было бы прикольно. Вау, смотрите, как все это дело снимается. Нет, я новые айфоны 7 никогда не распаковывал. Опять же, здесь есть кнопка, и она непростая. 3D Touch, Taptic Engine. Все, что сейчас уже нет в новых айфонах. Он очень маленький, очень компактный. Он реально очень компактный. Ну, прикольно же. И вот так выглядит задник на американской версии. Ну, в принципе, здесь просто нет вот этих вот значков на американских версиях, сертификации европейской. На восьмых более круто это все смотрится. Там просто надпись iPhone и все. Уникальный по-своему был айфон, потому что здесь убрали механическую кнопку, сделали ее сенсорной. Черный цвет очень классно, потому что, видите, вот эти антенны, они прокрашены в цвет корпуса. Блин, их не сразу видно. Вот они. Попробуем запустить. Не знаю, запустится или нет. Надо подзарядить. В общем, переключение режима не беспокоить. Бесшумный режим. Вот так изящно выглядят кнопки регулировки громкости. Минимум отверстий. Ну, в принципе, класс влага и пылезащиты как бы оправдывает. Отсутствие 3,5 мм разъема. Ну, мне, в принципе, это вообще не критично. Потому что я пользуюсь уже давно беспроводными наушниками. А помните эту тему, да? Когда Samsung и Google затроллили, заприкалывали, в принципе, Apple за то, что они убрали 3,5 мм разъем, а потом сделали абсолютно так же. Кстати, по поводу развития дизайнерской мысли, циклической такой. Это мой смартизм. Вот так он. А выглядит кнопка у меня механическая. Смартфон 2018 года. И что тут у нас по граням? Как вам? Вот такие грани. Да, айфончик пришел разряженным. Кто пропустил историю данного, также залоченного под оператора айфона SE, ссылочку вот здесь оставлю. Загляните, посмотрите, проникнитесь и вы поймете, что такими аппаратами можно пользоваться. Вот честно, мне вот такие рубленые грани острые нравятся значительно больше, чем округлые. Но вот 12-й что-то как-то не зашел. Больше понравился вот тактильно 11-й айфон. Итак, немного подзарядились. Как вы видите, это не обзор, а спаковка первой впечатления. Когда ставил на зарядку, ребят, я сначала думал, это просто сенсорное, нужно вот так вот как-то потрогать. Нет, действительно, он распознает силу нажатия. Это очень прикольно, какой-то щелчок я реально не пользовался. Ну, блин, как-то впечатляет немного так. В общем, должен признаться, что прикольненько, прикольненько. Казахстан, very nice, погнали. Что там по настройкам, настроить вручную. Смотрю вот это вот всё, продолжить, выбор сети. Блин, как я не люблю вот эти вот заморочки. Ладно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переноска данных присутствует, как я смотрю. Слушайте, ну вообще прикольно. Вы слышите? Я аж чувствую, как вибрирует он. Моторчик шикарный. Быстро создаю новый Apple ID, потому что на том уже хранилище забито. Лайк, если тоже соскучились по компактным смартфонам. Камера на 12 мегапикселей. Есть оптическая стабилизация при записи видео. Ну, мы вот это всё дело проверим, затестим. Разговорный динамик выполняет функцию стереопары для основного динамика, поэтому здесь стереозвук. Вроде подходим к финишу, да? Я не знаю. Встречайте новую кнопку «Домой». Начать настройку. И 3 нормально так долбит. Ладно, двоечка. Батарея всё-таки здесь небольшая. Владельцы, ну как там, с ностальгией. Первая настройка ваших когда-то супер дорогих айфонов. А сейчас 150 долларов. Цена вопроса. Вуаля. Для чего я сейчас всё это дело настраивал и показывал вам, чтобы посмотреть, какая версия iOS у меня установлена. По яркости всё нормалёк, судя по всему. Данные об устройстве. Ну да, Sprint. iOS 14.1. На старте загружай, устанавливай и пользуйся невероятными вещами, которые сейчас есть в iOS, типа виджетов, владельцы Android. Как вам эта новость? Экран реально яркий, сочный. Картиночка прям лежит на экране. Но 2016 год. Для 2016 года это было нечто удивительное. Слушайте, в 2020 тоже должен признаться. Компакт и всё так же редкость. Но он реально круто смотрится. Или нет? Напишите в комментариях. Что-то я когда iPad покупал, столько много предустановленных приложений не было. Тут тебе, ну ладно, утилиты на iPad'ах-то не было. На iPhone'ах, наверное, было. Но реально что-то дофига приложений. Может потому, что у меня американская версия, а не американскую версию вот так вот наворачивают. Владельцы европейских или российских, российские версии есть или нет. Ну не знаю. В общем, когда вы покупали, у вас столько было приложений. Ну здесь реально их дофига. А он же вот так ещё умеет, да? Распознавать силу нажать. И вот это вот всё. Ну блин, прикольно, прикольно, конечно. Ну и ребят, зацените чехольчик. Сюда можете кэш складывать. А вот этот момент поймут только казахстанцы. Лайк, если вы из Казахстана и вы поняли. Называется, что там у нас по олеофобному покрытию. Ну как-то прям, скажем, не впечатляет у нас. Блин, всё время хочу как на сенсорной кнопке просто нажать и всё. А нужно немножко придавливать и дождаться виброотлика. В общем, друзья, у меня очень много планов по поводу этого айфона. Хочу его сравнить с восьмым. Потом, возможно, будет и одиннадцатый. Решил заняться этой темой. Потому что мне очень важны камеры в смартфонах. Смартфон 2016 года. Что здесь по камере? Нормально или так себе? Уже не вывозит. Всё затестим, всё проверим. Нужно попользоваться этим чудом инженерной мысли. Вот только что пробил до того, как активировал. Посмотрите, устройство вообще не было активировано. Вот этим меня продавец подкупил. Всё, запустил, активировал. И теперь мы видим, что техническая поддержка по телефону предоставляется. Право на обслуживание и ремонт предоставляется. Ну, то есть, фактически, новый смартфон REL. В следующем видео расскажу вам, смог ли я разлочить его каким-то образом для использования в наших сетях или не получилось. Смотрите, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Потом сделаем обзорчик. Потом сделаем сравнение. И обязательно протестим камеру, если она этого заслуживает. В общем, надеюсь, видео вам понравилось, каким-то образом было для вас полезным. И должен признаться, что вау-эффект от продукции Apple присутствует. В отличие от очень многих смартфонов на Android, у тех же Xiaomi и так далее. Видно, что эти аппараты делали дизайнеры, а не маркетологи. По дизайну зачёт. В общем, друзья, будем активно тестировать данный айфончик. Посмотрим, на что он способен. Все соки из него выжмем. Не забывайте, у нас есть первый канал, есть второй, есть группа ВКонтакте. Все необходимые ссылки. Блин, как прикольно. Вы найдёте в описании. Всем удачи, всем пока. Увидимся. Спасибо за просмотр.